Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал ЛОД. В эфире тема дня. Сегодня в нашей студии мы поговорим об охране здоровья и про медицину на Луганщине. У нас в студии, у нас в гостях директор департамента охраны здоровья Луганской облгосадминистрации Петр Клименко. Здравствуйте! Здравствуйте! И генеральный директор коммунального предприятия Луганской областной фармацеи «Пивнич» Сергей Медведчук. Добрый вечер! Добрый день! В этом году облгосадминистрация совместно с коммунальным предприятием «Фармацея Пивнич» проработали список из 44 социальных лекарств, которые будут по ценам производителя. Расскажите нашим телезрителям, что это за лекарства и для кого они в первую очередь предназначены. Я хочу начать с того, что 44 наименования, о которых мы сейчас говорим, это только первая часть социального проекта, который при поддержке Луганской областной военно-гражданской администрации запускает коммунальное предприятие «Фармацея Пивнич». Это 44 наименования, наиболее востребованные тех, которые мы, проанализировав через свою торговую сеть, проанализировали эти препараты с наиболее востребованным населением. То есть они наиболее часто покупаются. Это не препараты какие-то высокоспециализированные, это препараты общего пользования. То есть я не буду перечислять этот перечень весь, он в принципе в нашей сети, а сеть «Фармацея Пивнич» на сегодняшний день насчитывает 158 аптечных учреждений по всей области, то любой приходящий сейчас в аптечную сеть, он увидит этот перечень, эти 44 наименования. Я хочу просто обратиться к населению и попросить вас просто проинформировать население, что во всей сети будет вот возле кассовых аппаратов, где находится, вот такой флайер. И здесь есть перечень препаратов, о которых мы говорим, здесь есть дозировка, ну то есть упаковочные все моменты. Почему? Потому что именно эти препараты будут продаваться по ценам производителей. Я хочу отметить, что это украинские производители и я думаю, что они будут востребованы нашим населением, нашими клиентами. Кто может их купить по такой цене? Все люди или это какие-то льготные категории? Значит, вот я именно говорю, что это первый этап. Вот этот этап, эти препараты мы продаем для всех людей. То есть, вот сегодня любой покупатель, заходящий, любой клиент, заходящий в нашу сеть фармации «Пивнич», он имеет возможность купить эти 44 наименования. Ну или что-то из них. Второй этап будет, мы сейчас как раз с Департаментом здравоохранения прорабатываем этот момент. Он будет запущен с 1 июня. Там будут уже препараты более специализированные. Те, которые будут продаваться уже с минимальной наценкой, но все равно эта цена будет гораздо ниже, чем существует сейчас на фармацевтическом рынке. То есть, это будет два этапа? Да. В прошлом году, вот мы знаем, что была такая проблема с таким препаратом, как инсулин, который был очень-очень необходим больным с диагнозом сахарный диабет. Скажите, в этом году эта закупка увеличилась? Ну, как вам сказать. По поводу инсулина, существует государственная программа на сегодняшний день, которая переводит закупку инсулина в абсолютно другую плоскость. Эта плоскость будет заключаться в том, что будет создается, на сегодняшний день действительно создается государственный реестр всех больных, которые пользуются препаратами инсулина, так называемый диабет второго типа. Поэтому переход на эту систему позволит избежать закупок инсулина, которые, возможно, в некоторых регионах, не в нашем, конечно, несут коррупционную составляющую. И чтобы, как будет осуществляться процесс, то есть больной, который болеет диабетом, будет внесен в реестр. Ему будет назначена доза инсулина. Аптеки, подчеркиваю, не только фармации, а все аптечные сети, которые захотят участвовать в этом процессе, будут видеть на экране компьютера, какой рецепт выписан этому больному и какой инсулин ему показан. После того, как фармацевт увидит то, что назначено, он выдает этому больному этот препарат, а государство будет компенсировать аптечные мережи стоимостью. Поэтому насчет закупок инсулина я проанализировал буквально позавчера количество инсулинов, которые на сегодняшний день закуплены. Некоторые инсулины закуплены на 2,5 года вперед по количеству. То есть при месячном потреблении, например, 10 флаконов, есть 200 флаконов, например, в том же Беловодске. То есть по одному из видов инсулина, то есть если поделить 10 флаконов месячных, которые нужно, на 200 флаконов, то есть на 20 месяцев еще мы обеспечены инсулинами. Сейчас поставлена задача о перераспределении, пересмотре количества остатков на складах и количества тех инсулинов, которые необходимы. И по результату этого анализа будет принято решение, а или до закупки инсулина, если у нас не хватает, или его перераспределение. Так что с инсулинами я думаю, что мы решим вопрос. Будут ли регулироваться цены на закупку препаратов для больных гипертонической болезнью? Потому что это число увеличивается с каждым годом. Смотрите, была программа так называемого отшкодования вартости антигипертензивных препаратов. Это была государственная программа. Сейчас эта программа, к сожалению, не работает. То есть на цены... В свете этого как раз мы и говорим о том, что мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Как раз решение мы и ищем в поле совместных усилий. Возможно, что в тот перечень, который будет на втором этапе, мы пойдем по пути именно снижения цены. Ну смотрите, в этом 44-х тут есть антигипертензивные препараты. Но если раньше государство могло как бы компенсировать частичную их стоимость, то на сегодняшний день об этом речь не идет. Но я думаю, что такую программу мы будем рассматривать как о возможности вредения. Все будет зависеть от того, будет ли государственная программа и сможет ли бюджет Луганской области сделать какие-то додатковые кошты выделить на это финансирование. Лечение онкозаболеваний – это процесс длительный, очень дорогостоящий. Скажите, сейчас действует какая-то программа? Могут ли люди, которые больные таким заболеванием, вообще пользоваться бесплатно каким-то лекарством? Смотрите, то же самое. Централизованные закупки МОЗа, которые уже всем, которые у всех на устах, да? То есть на сегодняшний день проводятся. То есть мы ждем получения за счет централизованного державного бюджета препаратов, которые, сгідно нашим заявкам, были поданы в Министерство охороны здоровья. Поэтому, как только там проведут тендерные торги и централизованно поставят нам препараты по онкологии, то они, естественно, без всякого промедления будут призначены тем, кому они необходимы. Вот так вот. Скажите, лечение вилл инфикованных больных на различные гепатиты, что предусмотрено для таких больных? Действуют ли какие-то программы именно для этих пациентов? Да, действуют. Государственные программы существуют. Та же схема, которая применяется при закупках онкопрепаратов, та же схема. То есть централизованные закупки ретровирусной терапии и централизованные поставки. И как только они будут проведены, мы тут же их передаем в центр СПИДа. И они, соответственно, назначают лечение. То есть уже выделены средства? Нет, средства предбачены в государственном бюджете. Но этот вопрос находится на уровне Министерства охороны здоровья. То есть они занимаются закупками и перерасподилом этих препаратов по областям. Кто в этом году является основным поставщиком вакцины? Как вообще будет происходить закупка вакцины? Тоже по вакцинации. Это государственная программа. Она точно так же подразумевает централизованную закупку вакцин через центральный орган Министерства охороны. На данном это и проводится третий этап вакцинации против полиэмилита. И мы забеспечены этими препаратами по вакцинации сегодня почти в полном объеме. То есть у нас нет особых проблем по вакцинам. Петр Николаевич, вопрос непосредственно к вам. С начала боевых действий на Луганщине все вынуждены были покинуть оккупированную территорию и перебраться на территорию подконтрольную Украине. Как сейчас обстоят дела? Все ли учреждения уже смогли возобновить полноценно свою работу? Ну, во-первых, далеко не все покинули. А во-вторых, учреждения, которые переехали, не смогли возобновить полноценно свою работу. Это есть ряд объективных и в некотором варианте субъективных причин. Объективными причинами являются нехватка материально-технической базы. То есть это главная причина. Так исторически сложилось, что крупные учреждения, такие как областная больница, такие как областная детская больница, не имели филиалов в других районах Луганской области. То есть все это было централизовано в Луганске, которая сейчас находится на временно оккупированной территории. Поэтому создать инфраструктуру больничную, есть достаточно сложный процесс. Поэтому было принято решение рассмотреть вопрос создания высокоспециализированных видов помощи на этой территории, к которым относятся онкология, кардиохирургия, к примеру, сосудистая хирургия, операции на глазах. То есть мы работаем над этим, но создать инфраструктуру так просто, тяжело. Вместе с тем существует ряд проблем по этому поводу. Например, создание, возобновление работы центра, например, перинатального центра, который в Луганской области был один из лучших в Украине, созданный был буквально за несколько лет до войны. Где он сейчас? В Луганске, где он? В Луганске, на территории Луганска, на территории Луганска. То есть здесь он никак не помещений? Да, возникает проблема. Создать с нуля, то есть строить, сами понимаете, что такое строить лечебное учреждение, это не один год. И использовать мощности имеющихся лечебных учреждений, и того же родильных домов, например, Северодонецка или Рубежного. То есть по оценкам, по нашим оценкам, они заполнены, то есть имеют еще возможность принимать в два раза больше родов, чем принимают. Например, Северодонецкий родильный дом может принимать около 2,5 тысяч родов в год. А на сегодняшний день, по итогам 2015 года, там было принято всего 900 родов, из них 600 жителей Северодонецка, 300 областных. Мы обращаемся в орган местной власти, то есть Северодонецкую городскую раду, которую там лихорадят от политических коллизий, с просьбой отдать нам часть этого здания, для того, чтобы мы могли возобновить работу, то есть окомплектовать, потому что окомплектовать легче, чем строить. Укомплектовать соответствующими оборудованием, укомплектовать кадрами. Но, к сожалению, ответа на наше обращение уже второй, третий месяц нет пока. Сказать, что Северодонецк не хочет там отдать, то есть так тоже нельзя. А сказать, например, что обратились мы к местной раду Рубежного, Рубежного Рада, они подумали и сказали, что они не видят сейчас возможности передать нам часть, например, перед перинатальный центр. Ну, что еще, например, по возобновлению работы в закладе охороны здоровья. Пример. Область находится в зоне АТО. Все это знают. Проблема медицинных катастроф и экстренной медицинской помощи одна из на сегодняшний день ведущих. Что это значит? То есть координация действий, которые могли бы быть, чтобы экстренная, то есть это скорая помощь, и экстренная медицинная катастрофа – это те ситуации, которые могут привести к массовой гибели людей. Да, простой, самый большой пример – это ДТП, в которой участвует несколько машин. Для того, чтобы правильно скоординировать и не гонять машины, например, из Северодонецка, где они на какую-то дорогу под Новый Эдар, требуется создание централизованной диспетчерской. Что для этого нужно? Централизованной диспетчерской. На сегодняшний день у нас есть все возможности, есть все договоренности, есть финансовые ресурсы. Опять-таки банальная эта причина. У нас нет помещений, где можно разместить эти машины, которые являются и не мобилями в полном смысле этого слова, с наличием дыхательного, наркозного оборудования, вспомогательного оборудования. Они должны… Оборудование стоит достаточно дорого. Они не могут стоять на улице. Для них надо построить теплые боксы, для того, чтобы это оборудование не портилось, для того, чтобы машина в любое время могла выехать на оказание этой помощи. Здесь, в Северодонецке, есть такие современные автомобили? Да, помещения есть. Часть автомобилей удалось перевезти с оккупированной территории. Часть на эти машины есть. А с оборудованием… Чем они оснащены? Ну, вот они оснащены слабо. У нас нет достаточно автомобилей для перевозки, например, детей, которые рождаются недоношенными, нет, которые оснащены квезами для этой перевозки. Но мы работаем над этой проблемой. Мы… У нас есть договоренности с министерствами, есть понимание в Министерстве охраны здоровья, что нам это надо. Она нам всячески помогает. Сейчас у нас есть договоренность с Канадским благодейным фондом, который тоже пообещал нам в течение двух-трех месяцев поставить эти автомобили. Документально это пока не оформлено. Мы рассматриваем вопросы, закупки таких автомобилей за деньги областного бюджета. Пока надо было бы просто создать хотя бы такие, как я говорю, мозги для скорой помощи, чтобы оснастить их трекерами GPS, оснастить их радиосвязью. Потому что из личного опыта ликвидации масштабной катастрофы в Сватово, когда исчезает мобильная связь, то прекращается вообще всякая связь между скорыми помощями и всем остальным. То есть попал там снаряд этот в ретрансляционную вышку и в 4 часа утра связи не стало. Ну мы выкрутились, мы работали в режиме курьерской службы. Курьерская служба это была одна машина уезжала, передавала куда ехать второй. Тем более, что большая помощь в то время, во время этой трагедии в Сватово была оказана госпиталем, который не переехал из Сватово, не эвакуировался. Больницу нам удалось эвакуировать. Это было, извините меня, почти 200 человек больных. А госпиталь военный остался, и все больные были обслужены и надана медицинская помощь именно военными, которые были в Сватово. Поэтому это нас спасло. Если бы пришлось возить их в Кременную или в Рубежную, то вы можете себе представить, то есть связи между машинами нет, куда ехать никто не знает. Тем не менее, мы справились с этой ситуацией, так что я думаю, что мы продолжим наши усилия прилагать к дооснащению экстренной службы. Я думаю, что через некоторое время, но я обращаюсь, например, к Северо-Донецкой Минской Раде с просьбой дать какие-то вразумительные ответы. Или они дают нам помещение бывшей межбольничной аптеки под центром экстренной медицины, медицинной катастрофе, или не дают. Если не дают, значит будем думать что-то другое. Потому что вопрос как бы висит уже третий месяц. Вместе с проблемой нехваткой помещений есть еще рядышком с ней идет проблема, остается она нерешенной, дефицита медицинских кадров. Мы говорим о том, что много областных врачей осталось по ту сторону фронта, многие переехали. Вот так и получается, что там работают студенты, здесь тоже нехватка кадров. Какой вы видите выход из этой сложившейся ситуации? Как можно привлечь, на ваш взгляд, новых специалистов? Ведь рабочие места есть. Рабочие места, скажем, есть пока условно. Потому что, опять-таки, не снимается проблема материально-технической базы. Что такое материально-техническая база? То есть есть, надо дать, чтобы лечить больного, ему на современном этапе недостаточно фонендоскопа и электрокардиографа. Ему надо дать место операционное, ему надо поставить наркозный аппарат нормальный, ему надо дать послеоперационное, я имею в виду хирургическую составляющую, послеоперационное обеспечение. А кадры? Ну, естественно, нету нормальных условий, нет кадров. Будут, будут. Нормальные условия, будут кадры. То есть, например, кардиохирургия, да. У нас, мы рассматриваем установку ангиографа для проведения операции стентирования сердечной артерии сердца при ишемической болезни. Ну, то есть, опять-таки, провели переговоры с институтом Амосова, подписали меморандум с институтом сердца Министерства охороны, с институтом Шалимова, там, где, ну, это все НИИ академического подчинения, Академия медицинских наук, которые любезно согласились начать обучение наших специалистов на своих территориях, для того, чтобы у нас возник кадровая... Это просто одно из аспектов кадровой потелокардиохирургии. Ну, а по остальным специальностям у нас кадрового такого дефицита жесткого нет, есть больше дефицит материально-технического обеспечения. Потом, второй момент, решение кадровой проблемы. Мы плотно работаем с Луганским медицинским университетом, который, слава Богу, не остался на оккупированной территории, переехал в город Рубежное, там, во всяком случае, имеет главную базу. И у нас есть договоренности с ректором университета, Иоффе Игорем Владимировичем, о том, что они максимальное количество своих студентов будут направлять в те дефицитные... Для нас, вернее, в те отрасли, в которых существует кадровая проблема. Ну, опять же, я говорю, направить-то можно, но уже надо дать, где работать. Поэтому основное место сейчас занято... Основное внимание уделяется сейчас созданию материальной базы. То есть, рассматриваем очень много вариантов и по онкологии, и по кардиохирургии, и по гемодиализу, что еще у нас такое, и по центру экстренной медицины. Ну, такие вот основные направления. Луганский областной онкологический диспансер, он сейчас, мы знаем, находится в Кременной. Есть ли там то оборудование, которое необходимо для выявления и для лечения больных? Нет, нету там оборудования, которое соответствует современным требованиям. Но, опять-таки... То есть, нашим жителям нужно будет обращаться за помощью в другие области? Да, нет. То есть, первичную диагностику мы вполне способны сделать. Самую высокоспециализированную диагностику, по типу пункционных биопсий, каких-то просто биопсий, не только пункционных, но и эндоскопических. Да, сейчас на сегодняшний день есть проблема. Ну, опять-таки, провели исследования предложенных нам строений. Строения, к сожалению, переданы. То есть, то строение, которое передано под областную больницу, имеет возраст 100 лет. То есть, когда мы начали там заниматься разбором этого подстроительства, под возобновление работы онкологического диспансера, то есть, начали падать балки. То есть, пришлось работы приостановить и заказать повторную экспертизу, чтобы не случилось киевской трагедии, да, в которой дом стоял бы 100 лет, а потом взял и упал, и 8 человек под обломками. То есть, это вообще... Поэтому сейчас проводится экспертиза с помощью привлечения научно-исследовательских институтов, которые имеют на это лицензию. И по их результатам будет опять приниматься решение, где мы можем начать работу по возобновлению работы онкологического диспансера. Еще один вопрос. Старобельчане очень ждут, когда же начнет свою работу Старобельский диагностический центр. Скажите, на каком этапе сейчас работа? Благодарю за вопрос, как говорят в кино. Смотрите, вчера приехала из Старобельска, то есть, там есть... Строительство поликлиники, это продолжается с 2008 года, по-моему. Сколько это уже? Почти 20 лет, да? Нет. Да, 8 лет. Нет, оно пропланировалось в 98 году, по-моему. Начало, почеп. Это все, вы поймите, в медицине не бывает мелочей. 98 год. Другие державные будивельные нормы, то есть, требования к помещениям 98, когда разрабатывался проект, и т.п. 2016, кардинально отличаются. Теперь надо запускать здание, которое проектировалось под тем нормам, в 2016 году. Потребовалось ряд небольших конструктивных изменений. Небольших относительно. И потом... И укомплектование этого учреждения... Я думаю, что планирую его сделать межрайонным диагностическим центром. То есть, мы туда где-то около 15 миллионов гривен собираемся закупить за рахунок областного бюджета диагностического оборудования. Там будут стоять и современные цифровые рентген-аппараты, и видеоэндоскопы, и УЗИ-аппараты. Он начнет свою работу в этом году? Я прикладываю максимум усилий. У нас осталось сейчас практически тот этап, мы должны провести закупивлю открыто. А что такое открыто? Это тендер. Что такое тендер? Это три месяца. Ну вот мы приготовили все документы, для того, чтобы распочать процедуру тендерных торгов. А строители, в свою очередь, трошки должны переделать помещение под соответствием современным нормам, чтобы там соответствовали нормы, которые там внутри. Внутри здания. Ну, полное понимание со Старобейской районной радой. Вчера был и голова рады. То есть они тоже додатково денег выделят на мебель, на всякие такие вещи, которые им тяжело купить без помощи области. Но, тем не менее, они участвуют, помогают, способствуют. За что им большое спасибо. Петр Николаевич, к сожалению, время подходит к концу. Последний вопрос. Вот сейчас все очень часто говорят, бесплатная медицина, бесплатная медицина. Но мы видим, что ее как таковой нет. Какие перспективы вообще от платной медицины? Что такое платная медицина? Что такое бесплатная? Конституционно закреплена норма, в которой медичная допомога надается безоплатно. 49-я статья. Но ничего бесплатного вообще никогда не бывает. За нее кто-то платит. Платит на данном этапе, платит государство. Рационально ли оно, выкористовывая эти кошты? Скажем, мое мнение, что не всегда. То есть, например, есть такое понимание, как цена медичной послуги. То есть, каждая вещь что-то стоит. Стакан вот этот что-то стоит. Стоит все. Есть, например, стоимость укола. Еще она состоит. Простой пример. Она состоит из шприца, из того лекарства, которое из оплаты труда медсестры. Ну, кроме того, еще идет оплата труда бухгалтера, который это считает, оплата труда санитарки, оплата тепла, трата электричества. То есть, пока вот эта составляющая в цене медичной послуги не будет конкретизирована для каждого ликувального заклада, я прошу прощения за украинские ставки, мне так легче. Поэтому, пока не будет конкретизирования, будет цена. И государство будет оплачивать произведенный продукт. То есть, сделали укол, он стоит 5 гривен. Значит, государство должно за него заплатить. Ну, разные системы финансирования, разные системы оплаты. То есть, например, нельзя эту систему в полном объеме применить к оплате труда, порвенной медико-санитарной допомогой. Там будет сохраняться подушная система. То есть, будут выделяться деньги на финансирование определенного количества жителей, которые обслуживаются в этом районе. Например, в Старобейском районе 29 тысяч. Есть постанова Кабинета министров, которая жестко прописывает порядок финансирования. Выделяются деньги на эти 29 тысяч человек. И, соответственно, они будут оплачены. Так что, поэтому, к системам финансирования это достаточно сложный вопрос, требующий отдельного разъяснения. На этом мы ставим точку. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Вам, дорогие телезрители, мы говорим до свидания. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго. До встречи в следующих эфирах.